здравствуй воронеж вот и прошла очередная неделя это повод вспомнить о самых главных событиях которые на ней произошли итак поехали на минувших выходных горожане заметили очень романтичный воздушный шар единственный должник по зарплатам назван в воронежской области обанкротившаяся компания вудвиль остается единственным должником по зарплате в воронежской области об этом сообщили в прокуратуре воронежской области в ходе подведения итогов работы за ай полугодия 2020 года по словам первого зампрокурора юрия немкина общая сумма задолженности предприятия перед своими сотрудниками составляет 13,3 миллиона рублей общая же сумма погашенных в регионе долгов по зарплате за указанный период превысила 140 миллионов объяснен резкий скачок заболеваемости коронавирусом в воронеже из-за технического сбоя сегодня утром была выдана неверная информация о количестве заболевших за последние сутки по уточненным данным их 88 разъяснили расхождение в статистике в ведомстве вечером в воскресенье 26 июля у здания центрального телеграфа на проспекте революции 35 в воронеже наблюдалось большое скопление экстренных и специальных служб здание телеграфа была оцеплена сигнальной лентой по периметру были расставлены машины росгвардии полиции мчс и скорой свидетели сообщают что после оцепления территории в здание вошли кинологи с собаками от правоохранительных органов комментарий по произошедшему пока нет не исключено что причиной переполоха мог стать телефонный террорист сообщивший о минировании здания 25 июля для посещения открыл свои двери музей-заповедник костенки информация об этом появилась на сайте учреждения музей сейчас работает по средам четвергам пятницам и воскресеньям с 10 утра до 18 часов вечера кроме того посетить его можно в субботу с 10 часов до 21 часа в понедельник и вторник музей не работает продажи билетов прекращаются за 30 минут до закрытия музея также временные правила посещения предусматривают посещение экскурсий группами состав которых будут входить не более 5 человек власти направят 185 миллионов рублей на ремонт моста в воронежской области на сайте госзакупок появилось сообщение о проведении аукциона на поиск подрядчика который отремонтировал бы мост в новохоперском районе сооружение располагается на двадцать седьмом километре автодороги связывающий райцентр с трассой елань колено воробьевка максимальная цена контракта на ремонт моста составляет 184 целых пять десятых миллиона рублей срок работ до 1 декабря 2021 года протяженность же участка который подвергнется восстановлению составляет 260 метров авиакомпания руслайн до осени свяжет воронеж с сибирью с 26 июля авиакомпания руслайн запустит рейсы из воронежа в тюмень полеты будут выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньем цена билета в одну сторону от пяти с половиной тысяч рублей время в полете составит 2 часа 40 минут рейсы будут совершать самолеты crj-200 полетная программа рассчитана до 21 октября в воронеже 30-летнюю наркозбычице у приговорили к семи годам колонии центральный райсуд воронеже вынес приговор в отношении 30-летней местной жительницы обвиняемой в незаконном сбыте амфетамина в ходе расследования горожанка признала свою вину и рассказала что сбывала наркотики для того чтобы содержать несовершеннолетнего ребенка в воронежской области разыскивают осужденного михаила лазаренко совершившего побег с участка колонии поселения при исправительной колонии номер один сама колония находится в городе семилуки мужчине 47 лет неоднократно был судим за кражи статья 158 у к рф топ вакансии с самыми высокими зарплатами представили аналитики труд точка ком в понедельник 27 июля по данным портала в июне средняя зарплата в воронеже составила свыше 36 тысяч рублей аналитики подсчитали что с прошлого года доходы воронежцев упали почти на 2,6 тысяч рублей в месяц к примеру в августе прошлого года средняя зарплата была равна примерно 38,7 тысяч рублей в воронеже в топ самых высокооплачиваемых вошли вакансии синер джава девелопа 259 тысяч рублей операционный директор 116,5 тысяч рублей и джаваскрипт разработчик 112,7 тысяч рублей на воронежские дворы и сквера потратят почти 4 миллиарда рублей программа будет идти до 2024 года большую часть средств выделит федеральный бюджет 3,4 миллиарда рублей еще 400 миллионов добавит областной бюджет также 36 миллионов добавит местные бюджеты а 23 миллиона частные инвесторы в воронеже вместо новостройки обустроят сквер сквер появится на улице лизюкова в воронеже на месте где ранее собирались построить многоэтажный дом пространство планируется разделить на две основные зоны для активного и спокойного отдыха сквере могут появиться столы для пинг-понга памп-трек летняя площадка кафетерий интерактивная скульптура детская площадка и многолетние растения воронеж сам больше не придется самим менять счетчики в квартирах с 1 июля 2020 года менять приборы учета электроэнергии обязаны поставщики ресурса они сами собственники квартир об этом рассказали в пресс-службе жкх во вторник 27 июля 1 в россии исторический парк дикое поле создадут под воронежем в каширском районе парк будет представлять собой комплекс достопримечательностей исторических реконструкций знаковых эпох воронежского региона а также спортивных и развлекательных зон предполагается что в работу туристического объекта будет вовлечено не менее полусотни предприятий малого бизнеса при этом планируется создать более 250 новых рабочих мест строительство будет вестись в несколько этапов с 2021 по 2029 год инвестор планирует вложить в проект более 500 миллионов рублей крупный пожар произошел в лесу на улице антонова овсиенко утром вторника 28 июля по данным спасателей примерно в 10 часов 20 минут в лесном массиве вспыхнула сухая трава подстилка и валежник площадь пожара со оставила порядка 2 гектара угрозы жилым домам или административным зданием нет локализовать пожар удалось примерно через два с половиной часа в воронеже развернут трехсотметровую георгиевскую ленту акция пройдет 31 июля на чижовском плацтарме акция от общей победы к общему миру приуроченная к 75-летию окончания великой отечественной войны пройдет в пятницу 31 июля начало в 9 часов утра организатор акции всероссийская общественная организация ветеранов боевое братство арбитражный суд воронежской области удовлетворил иск департамента имущественных и земельных отношений региона компания еврострой которая возвела торговый центр народный по адресу улица дубровина 3 в чиновники добивались сноса здания теперь участок должны освободить от постройки трехлетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома расположенного на московском проспекте в воронеже к сожалению малыш погиб на месте трагедия произошла 29 июля книжный клуб петровский улица двадцатилетия в лксм 54 а закрывается в воронеже об этом стало известно 29 июля до 30 сентября клуб будет работать в прежнем формате книги и кофе с собой кафе открываться не будет в 32 школах воронеже с родителей перестанут собирать деньги за охрану воронеж поэтапно перейдет на финансирование услуг по охране школ за счет средств городского бюджета реализация программы начнется с 1 сентября 62 новых автобуса по льготной цене закупит воронеж до конца года в воронеже наконец-то запускают реализацию транспортной реформы за закупку 62 новых автобусов в течение пяти лет заплатят более 958 миллионов рублей в воронеже ограбили банк предполагаемого налетчика задержали преступление было совершено днем 28 июля на улице новосибирской и попала на видео сообщили в пресс-службе регионального управления мвд в воронеже из-за угрозы распространения коронавируса отменили традиционные массовые мероприятия в день вдв в программе оставили только возложение венков и цветов к могиле неизвестного солдата к памятникам воинам интернационалистам и воронеж родина вдв международный фестиваль город сад пройдет в воронеже в 10 раз он будет посвящен году памяти и славы которым объявлен весь 2020 год в этом году фестиваль город сад пройдет в режиме онлайн об этом сообщили в пресс-службе правительства воронежской области 29 июля с начала текущего года в воронеже зарегистрировали 64 дтп участниками которых стали маршрутные автобусы такие данные на встрече с перевозчиками привел главный государственный инспектор безопасности дорожного движения воронежа андрей останин в воронеже из голубого озера достали тело мужчины горожане отдыхавшие на берегу голубого озера в микрорайоне отрожка обнаружили в водоеме труп мужчины в соцсетях появились фото с места происшествия для установления причины гибели будет проведена судмедэкспертиза а эта новость из разряда а как тебе такое илон маск единственный в воронеже таксист на запорожце воронежский факел начнет сезон 2021 2022 на новом стадионе реконструкцию воронежского стадиона факел завершат до начала следующего футбольного сезона у нас ровно год для того чтобы этот объект появился потому что следующий сезон мы должны будем начать на новом стадионе стадион нынешний не соответствует тем критериям которые российский футбольный союз предъявляет к подобным объектам соответственно у нас могут возникнуть сложности с продолжением выступления команды в первой лиге подчеркнул губернатор александр гусев новый спортивный объект будет удобен и для спортсменов и для зрителей стадиона который будет вмещать немногим более 8000 зрителей 31 июля в мэрии воронеже сообщили о длительных ограничениях для автомобилистов которые начнутся в скором времени в центре города с 3 августа до 31 декабря закроют для движения участки улиц фридриха энгельса и транспортной причиной ограничений станут подготовительные работы для ремонта виадука над железнодорожными путями около работницы этот путепровод соединяющий улицу ленина и проспект революции собираются реконструировать примерно за двести пятьдесят одну целую две десятых миллиона рублей около моста уже установили знаки его реконструкции мэрия воронеже ищет подрядчика для установки оформления и демонтажа сценка дню города в этом году день города состоится 19 сентября всего в областном центре предполагается установить шесть сценических конструкций они появятся у здания ростелекома на проспекте революции на адмиралтейской и никитинской площадях площади победой у памятника пятницкому кроме того на площади ленина помимо сцены установит трибуны на 600 мест общая стоимость работ составляет 971 целую семь десятых тысячи рублей правда с форматом мероприятия в мэрии еще не определились небольшие дожди и облачность ожидаются в предстоящие выходные в воронеже по данным синоптиков в субботу 1 августа ожидается облачная погода с прояснениями днем небольшой дождь температура воздуха 21 22 градуса тепла похожая погода будет и воскресенье 2 августа метеорологи прогнозируют переменную облачность небольшие осадки температура воздуха 21 23 градуса выше нуля и на этом сегодня все приятных вам выходных воронежцы и до встречи на следующей неделе